Президент подписал указ, согласно которому упрощается порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных сооружений. Эти объекты можно будет построить без получения разрешений, разработки проектной документации и последующей приемки их в эксплуатацию. Постановления вступают в силу через шесть месяцев после опубликования. В стране разработали тест-системы для выявления ОСП «Обезьян». Речь идет о стандартной ПЦР-технологии. Результаты диагностики будут известны в течение нескольких часов после поступления биоматериала. На данный момент инфекция у нас не зафиксирована. Ранее Минздрав заявляла о крайне низкой вероятности завоза заболевания на территорию республики. В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Первый предмет – белорусский язык. 16 и 17 числа абитуриенты будут сдавать русский. Будущие студенты обязаны прибыть в пункт проведения ЦТ не позднее, чем за 30 минут до начала. При себе необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ удостоверяющий личность и черную гелевую ручку. БелЖД проводит профилактическую акцию. В местах, где расположены железнодорожные переезды, сегодня дежурят специалисты белорусской магистрали и сотрудники ГАИ. Уделяют внимание техническому состоянию оборудования. В этом году капитальный ремонт сделают в 70 локациях. На вторник в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер достигнет 20 метров в секунду. В такую погоду МЧС рекомендует не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и бытовой техники.